Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аня! Алёша! Помогите! Кто не может? Алёша! Алёша! Аня! На помощь! Аня! Алёша! Аня! Все. Что здесь такое? Ну, все-все-все. Все, вы нагулялись. Давай домой. Все. Все. Представляете, как я испугалась? Я вообще растерялась, запаниковала. Дым идет кругом. Я кричу, 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 кричу. Ну, вообще никто не слышит. А потом слышу вдруг. Вроде как грибники. А я на полянке ягоды собираю. Замечтался, никого вокруг не замечаю. Хорошо, тоже услышал, что грибники заорали. А потом понял, что не только грибники кричат, я сразу к палатке. Хорошо, что успел. Господи, уши-то какие! Слушайте, ну, хорошо, что все хорошо кончается. Никто же не умер. Все нормально. Настя. Антон, что случилось? Да ладно, все нормально. Чего вы Настю смущаетесь? Ты чего? Вам не нужно разбирать рюкзак? Это как? Мы должны уехать отсюда немедленно. Почему? Мам, я... Я, конечно, обещала пока никому не говорить, но... Но я так не могу. Ну, что происходит? Объясни толком. Мам, мы с Антоном думаем, что... то это Алексей Владимирович убил папу. Ты... Ты бредишь? Ты вообще... Ты что говоришь? Мам, у нас пока нет никаких доказательств, только догадки, но... Конечно, это не он сам убил, но это точно произошло с его... С его подачи. Ты бредишь. Мам, а теперь мы думаем, что он хочет убить тебя. Очень смешно. Мам, я серьезно? Да зачем Алексею нужно было убивать Михаила, а спустя год еще и меня? А? Ты... Ты вообще... Ты вообще что несешь, а? Настя? Мам, ты помнишь синюю папку? Да какую синюю папку? Синяя папка. Папа собирал туда документы по поводу банкротства завода. Именно Алексей Владимирович купил завод, когда его решили продавать за долги. Вспомни, в тот день, когда ты пошла к Алексею просить за меня, у тебя была синяя папка. Правда, в ней лежали мои медицинские документы, но он-то об этом не знал. Ерунда какая-то. Мам, вспомни, после той встречи тебя чуть не сбила машина. Алексей Владимирович якобы тебя спас вовремя по сигналю. А что, если он... Что, если он хотел не спасти тебя, а наоборот? Отвлечь? Нет, это... Это бред какой-то. Алексей спас меня тогда. И зачем ему нужно меня убивать, если он знает, что я ничего не знаю? А зачем он тогда решил оплатить твою операцию? А? Где логика? Мам, логика самая прямая. Он делает все так, как ему удобно. Но он специально привез нас к себе, чтобы во время нашего отсутствия обыскивать наш дом. Представь, вдруг он понял, что папка не сгорела в машине во время аварии. Вспомни, тебе же не раз казалось, что наш дом обыскивали. Да, мне действительно не раз так казалось. Но это все чушь какая-то. Зачем он тогда всю эту историю с Женисьбой придумал? Это цирк. А что? Гибель невесты перед свадьбой добавила бы ему очков в предвыборной гонке. Еще бы такая трагедия. Как не посочувствовать? Никто же не знает, что он просто устранял свою свидетельницу. Свидетельницу? Я ничего не знаю. Ты точно в этом уверена? Может быть, ты знаешь, но просто не придаешь этому значения? Алексей спрашивал что-то про папу. Про его последние дни. Слушай, а что ты за информацию он искал насчет фабрики? Не знаешь? Я больше не хочу слушать весь этот бред. Слышишь, Настя? Алексей, он дважды спас мне жизнь. Первый раз, когда эта история с газом. А второй раз, когда я чуть в палатке не сгорела. А, тебе не кажется, что как-то многовато несчастных случаев для тебя одной? И все время рядом Алексей. А ведь когда ты газом чуть не отравилась, Маша нашла тебя и побежала за хозяином. Естественно, в присутствии горничной он не мог бы тебя не спасти. А в лесу гримники рядом оказались. Они бы по-любому вытащили тебя из палатки. Тогда бы возникли вопросы к Алексею. Почему он? Где он? А знаешь что, Настя? На самом деле, несчастные случаи, они не так уж и редко происходят. Да? Вот, например, история с газом. Там на самом деле шланг отошел просто от крана. Там не в шланге было дело, а в датчиках. И Алексей, Алексей устранил эту неполадку. Замечательно. Он и сам провел расследование, и сам признал себя невиновным. А ты в курсе, что котел в бойлерной тот же остался? Надо пригласить Дмитриевича и все проверить. Вот. Царапины видишь? Угу. Так что не сомневайся. Мы с твоим покойным Михаилом таких царапин знаешь сколько наблюдали? В цеху, ребята, на конвейере подобные шланги срывали, чтобы отдохнуть, пока ремонт шел. Ох, их гонял, их Мишка, этих саботажников. Подожди, может ты все-таки ошибся? Обижаешь, мать. Если ты моему слову не веришь, что тогда вызывало? Да верю, Дмитриевич. Значит, шланг специально сорвали. Мам, что с тобой? Ты бледная, как смерть. Да ничего, все в порядке, я справлюсь. Конечно, справишься. Давай-ка быстро собираться, пока Алексей Владимирович не приехал. Нет, сначала нужно разобраться. Если Алексей виноват, нужно найти твердые доказательства. Хорошо. Тогда надо поехать домой и поискать там синюю папку. Я уверена, в ней железобетонные улики. Да, может быть, Миша в тот день перед аварией незадолго доезжал домой. Он мог куда-то спрятать эту папку. Куда он мог ее спрятать? Куда он мог положить эту синюю папку? Куда он мог ее положить? Причем так, что за год я ее ни разу не встретила. Значит, у папы был тайник. У Миши тайник? Да ерунда какая-то. Тайна Мадридского двора. Тем не менее, завтра мы поедем и поищем. Да, моя дорогая, поеду я, а ты пойдешь на осмотр. У тебя операция через несколько дней. Это сейчас самое главное. Я не буду брать деньги у папиного убийцы. Что? Ты будешь брать деньги. Вина Алексея не доказана. Операция – это самое важное. Ясно? Ясно. И Антона, попроси, чтобы он тебя свозил к врачу. Да, и скажи ему, чтобы он больше не лез в эти дела. Все-таки тема касается его отца. Мам, ты не понимаешь. Я понимаю. Правда. Побольше вас. Спасибо вам большое. Дальше я разберусь сама. А как же ты собираешься разбираться? Я что-нибудь придумаю. Я обещаю. Я обещаю. Ваня. А что ты здесь за погром устроила? А ты что здесь делаешь? Просто ты сегодня за завтраком была какая-то грустная. Я подумал, освобожусь пораньше, устрою тебе сюрприз. Заехал в школу за тобой. Мне сказали, ты отпросилась. Понятно. А что это? Где? Я посмотрю. Что здесь? Не знаю. Так открой. Что? Я так восхищалась этими серьгами, когда случайно в магазине их увидела. А Миша мне, видимо, их в подарок купил. А потом... Прости меня. Да нет. Ты тут ни при чем. Ты мне, кажется, тоже сюрприз хотел сделать. Да ничего, в другой раз. Нет. Давай уж сейчас. Поехали. Ну, как тебе? Я-то там с площадку в мэрии отстоял. Видишь? Не сносят, а ремонтируют. А вот на этой аллее, по плану, люди должны будут влюбляться, признаваться друг другу в любви, строить новые ячейки общества. И назовем мы ее аллея поцелуев. По плану, значит, да? Чего, не зашла шутка? Я думал, тебе понравится моя идея. Мне нравится. Ань, что-то не так? Нет, я просто устала. Ну, поехали тогда домой? Да, поехали. Ань, ты меня прости, но с тобой явно что-то происходит. И мне очень нужно понять, что. Дело в Михаиле? Никак не можешь забыть? Да. Прости. Конечно, не можешь. Глупости говорю. Да, нам нужно с тобой, наконец, откровенно поговорить. Я тебя слушаю. Не сейчас. Завтра поужинам у меня дома. Поговорим обо всем. О Михаиле. О нас с тобой, о нашем будущем. Хорошо. Ну, а почему именно там? Так правильно. Расставим все точки над «и». Слушай, может, я еще раз поговорю с своим отцом? Антон. Да ты не волнуйся. Я аккуратно, без прямых вопросов. Надо же, наконец-то, во всем разобраться. Может быть, все не так, как мы с тобой думаем. Ты же обещал. Нельзя ему ничего говорить. Антон. Я все понимаю. Нелегко такое узнать о родном отце, но... Но к тебе его преступления не имеют никакого отношения. Предполагаемые преступления, ладно? Хорошо предполагаемые. Но в любом случае я рада, что... Что у меня есть такой... Друг. Мы ведь друзья, да? Друзья. А теперь, подруга, давай-ка ускоримся. А то опаздываем. Давай, Диня. Ну, все. Будь умницей. Удачи, друг. Ну, что, Анастасия Михайловна, начнем осмотр. Раздевайтесь. Вот Катя вам поможет. Угу. Прошу сюда. Спасибо, но этого не нужно. Правда. Простите, доктор, но я решила... Я решила отказаться от операции. Что? Вот это новость. Да, извините, мы с мамой так и не смогли найти нужную сумму. Анастасия Михайловна, вы что-то перепутали. Ваша операция оплачена. Подождите, но... Что? Нет, ничего. В любом случае я... Я решила отказаться от этой операции. Настя, ты с ума сошла? Даже не взумывай. Доктор, не слушайте ее. Молодой человек. Извините, простите, доктор. Ты что делаешь? Ты что, по дверью послушал? Да нужна ты мне. Доктор, если эта дура пытается отказаться от операции, вы ее не слушайте. У нее временное помутнение рассудка. Такое бывает. Молодой человек. Доктор, операция непременно состоится. Извините, мы на минутку. Пойми же ты, наконец, я не могу взять деньги у того, кто убил моего отца. Просто не могу. Его вина еще не доказана. Да мне плевать, я знаю, что это он. Прости. Хорошо. Считай эту операцию компенсацией от нашей семьи. Компенсацией? Да ты хоть себя слышишь? Не говоря уже о том, что, может быть, я собирается убить на этой самой операции. А теперь ты сама себя слышишь? Хоть сама подумай, зачем врач с мировым именем будет мараться каким-то убийством? В любом случае, я тебе обещаю, что не допущу, чтобы кто-то тебя убил. Ты мне слишком дорога. Ну все, успокойся. Я не дам тебе обиду. Никому. Так, ну, что вы решили? Доктор ждет. И у него скоро следующий пациент. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, я, конечно, представлял, что предугарная гонка – это очень сложно. Но я не думал, что так может быть смешно. Сегодня был случай. Приходит Рита в штаб. Алексей Владимирович, давайте не будем, орите. А, ну да. Вы же с ней не ладите. Спасибо, я сыта. Пойду прилягу, голова разболелась. Голова? Может быть, доктором? Спасибо не нужно. Просто лягу и засну. Я прослежу за ней. Не волнуйся. Маш, спасибо большое. Передайте Мишелю мою благодарность. Ну, ладно, и я. Аниматор никакой. Ну, ты-то мог хоть анекдоты рассказать? Все мрачные, как я, зали. Извини, папа, у меня звонок. Какой звонок? Я даже не слышал. Алексей Владимирович, подавайте десерт. Нет, Маша, спасибо. Вы свободны. Алло, да. Слушай, я завтра у Анны в доме, чтобы никто из твоих не появлялся. Все, отбой. Приехали, Анна Александровна. Степан, нам надо поговорить. Нет, я понимаю, что между нами стена и все такое. Но вы же дружили с Мишей. Ради его памяти выслушай меня. В чем дело? Есть подозрение, что Мишу убили. И откуда такое подозрение? Я тебе все расскажу, если ты согласишься мне помочь. Только я тебя сразу предупреждаю, что это очень опасно. Ты рискуешь потерять работу. И вообще рискуешь всем. Хорошо. Если Мишку действительно убили, я готов рискнуть. Да, слушай. Привет. Ну, чего? Кажется, ты часто суешь нос куда не следует. Если ты не перестарешь копаться в грязном белье, вместо победы на выборах тебя ждет грандиозный скандал. Не лезь не в свое дело. Понятно? Если ты откроешь рот и начнешь болтать своим языком лишнее. Всем твоим близким хана. Это понятно? Кто звонит? Кто вы? Олег Петрович, мне только что звонили с угрозами. Можешь пробить по своим каналам номер телефона, с которого звонили? Да, звонили только что. Номер был скрыт. Привет, сын. А ты что здесь? У тебя же работа, выборы эти дурацкие. Я в своем доме могу находиться когда угодно? Ну да, конечно. Ладно, я пойду. Погоди-ка. Пойдем. Присядь. Сейчас ты мне все расскажешь. Чего рассказать-то? Почему мои самые близкие люди ведут себя так, как будто я прокаженный? Почему вы сторонитесь меня? Глаза отводите? Шепчетесь по углам? Что случилось? Что случилось? Вот это тебе показалось. Ты не отговаривайся, ты говори. Отпустите меня, убери свои руки! Прекрати истерику и отвечай. Хорошо. Мы связались с человеком и решили провести свое расследование. И мы думаем, что это ты убил Михаила. Что? Подожди. Кто это там, мы? Аня с Настей тоже? Куда ж вы полезли, а? Я же вам велел не соваться. Вы же мне весь план испортите. Какой план? Пап, че происходит? Че за тайны вокруг тебя? Расскажи мне все! Убеди меня в том, что мой отец не убийца! Хорошо. Ладно. Слушай. Дело было так. Я начал наводить справки о бане сразу. как она пришла ко мне в офис. Узнал о смерти Миши. Она мне показалась подозрительной. Я решил разобраться. Подключил свою службу безопасности. То есть ты с самого начала все знал и молчал, да? Я просто не хотел никого будоражить раньше времени. А чтобы отвезти Анну с Настей из-под удара, я придумал всю эту историю с будущей свадьбой. Рита историю эту распиарила. И стало все выглядеть ясно и логично. Они с Настей поселились здесь, в безопасности. Ни фига себе в безопасности. А историю с газом вспомнил? Да. Я вам всем сказал, что это была случайность. Но на самом деле, кто-то нарочно повредил шланг. Потом эта история в походе. Вот только что мне позвонил неизвестный, угрожал по скандалам на выборах, если я не перестану копаться в старом грязном белье. Я до сих пор не понимаю, кто за всем этим стоит. Почему я должен тебе верить? Ты можешь мне не верить. Просто прими мою версию как рабочую гипотезу. И пойми, что Анне с Настей угрожает серьезная опасность. Они, может, сейчас и живут, и только потому, что я их, как могу, оберегаю. Стой, папа. Они же выбором твоим сейчас угрожают. Может, отложить расследование? Нет. Иначе Аня с Настей сюда уедут. И я останусь убийцей в глазах любимой женщины. Так, какой план, Анна Александровна? Стёк, мы с тобой договаривались, что на «ты», как раньше. План такой. Значит так. Я сегодня вечером устрою романтический вечер с Алексеем. Постараюсь его напоить. И, возможно, он мне расскажет об убийстве Михаила и банкротстве завода. Ты в это время будешь находиться в соседней комнате. И записывать все на диктофон. Скорее всего, Алексей захочет от меня избавиться. И тогда ты выйдешь и защитишь меня. Но не зря же мы с тобой электрошокер купили. Да, так все просто, что действительно может и сработать. Хорошо, я все сделаю. А пока есть время, может, поищем ту синюю папку с документами? Помнишь, что я мне рассказывала? Ну да, да. Я здесь уже все перерыла. Мане приложу, где она может быть. А откуда ты знаешь, что она синяя? Так ты сказала. Я про цвет ничего не говорила. Ну, не знаю. Помню, Михаил постоянно ходил с синей папкой. Может, поэтому и подумал? А, ну да, точно. Так, мне нужно еще все подготовить к романтическому вечеру. А ты пока тут. Обоснуйся. Алло. Я. У нас непредвиденные обстоятельства. Так, все. Я принял решение. Я дам сегодня интервью на канале этой самой блогерши. Как ее? Я реально не верю. Да. А затем на местном телевидении. Расскажу, что кто-то специально обанкротил завод, который я потом купил. А Михаил хотел этому помешать и погиб. Вы о чем? Мы ошибались. Пап, ты же понимаешь, что ты будешь первым и самым очевидным подозреваемым. Выборы ты уже в любом случае проиграешь. Пока все во всем разберутся. Да и наплевать. Главное, чтобы Аня мне поверила. Алло. Здравствуйте. Ариадна, не верю. Алексей Синицкий. Что это было? Где я? Ты заодно с бандитами. Тихо! Сидатель! Тихо! Что ж. Жить-то всем надо. Когда завод обанкротился, мне семью кормить стало нечем. Пятеро голодных ртов. Ты предал своего друга. Ты предал своего лучшего друга. Тихо! А не надо было лезть, куда не просят. Какой же ты гад! Гад! Обыкновенный, Анечка. Обыкновенный. Да, Семенов. Наш бывший директор, царствие ему небесное. Специально обанкротил завод, чтобы скрыть хищение. Но у него власти деньги. Что я против него? Мне предложили на него работать, я согласился. А куда деваться? И Мишка, он стал тебе поперек горла, да? Своей честностью. Глаза тебе мозолил! Ничего личного, Аня. Просто он все пытался спасти предприятие. Нашел документальные доказательства аферы. Ну? Пришлось его. Зачем ты ей все это рассказываешь? Рита. Ну что? Вспомнила, где документы. Даже если б вспомнила, вам бы не сказала. Ну и зря. Значит, ты мне больше не нужна. Подожди. Что еще? Это точно? Хорошо. На связи. Смотри-ка, а ты мне еще пригодишься. Не угадали, Алексей Владимирович. Алексей Владимирович, Анна Александровна у нас. Если вы сегодня кому-нибудь дадите интервью, а она умрет. Степан. Перестаньте хрипеть. Я узнал ваше голос. Дайте трубку Анне Александровне. Я должен убедиться, что она жива. Это ни к чему. Я настаиваю. Вы же хотите получить документы из синей папки? Я вам их привезу в обмен на арму. И передайте трубку своему боссу. Я не привык договариваться с шестерками. Рита, ты ведь там? Ну, давай уже напрямую разговаривать. Почему нам посредники столько лет вместе? Возьми трубку. Ну, привет, Алекс. Значит, документы действительно у тебя? По ним ты меня и вычислил? Соображаешь. Я отдам тебе документы в обмен на Анну. И даже позволю тебе и твоему прихвостню уйти. Если, конечно, никто не пострадает. Здесь условия буду ставить я. И ты привезешь документы куда, и когда я скажу один, без службы безопасности и без полиции. Алекс, ты же не дурак. Ты прекрасно понимаешь, что у меня везде свои люди. И поэтому твое расследование затягивалось. И, кстати, про твое интервью мне тоже кто-то рассказал. Я все понял. Мне нужно несколько часов, чтобы забрать документы из тайника. У тебя есть час. Куда я должен подъехать? Я перезвоню. Готовь документы. Так документы у тебя? Да откуда? Я блефовал. И то, что за всем этим стоит Рита, это просто догадка. Просто очень многое в этой истории замыкается на нее. Фабрику нашла она. Сделку готовила тоже она. Предвыборная компания. Именно Рита уговорила меня во все это ввязаться. Ну, ты даешь, пап. Эх, Рита, Рита. Столько лет вместе. Как же я не разглядел. Нет, я не понимаю. На что же вы собираетесь обменивать маму? Пока не знаю. Нам сейчас главное выиграть время. А на встречу можно прийти просто с синей папкой. Пока они поймут, что к чему, вот время и пройдет. Нам главное успеть Аню вытащить. Слушай, ты вроде Антону говорила, что у вас в доме было еще несколько таких папок. Ну, да. Одна была с папой во время аварии, а во вторую мама позже складывала мои медицинские документы. Стойте, была же еще одна синяя папка с моими работами по черчению. И где она? Кажется, у меня в рюкзаке. А рюкзак я еще год назад у друга забыла. У Костика? У Костика. Срочно, звони этому Костику. Костик, привет! Давай скорее. Привет, Настя. Да давай быстрее. Настя, у тебя все в порядке? Да, Кость, я прости, вообще некогда объяснять, а потом тебе все расскажу, хорошо? Ладно, спасибо большое. Давай, пока. Все, иди. Ладно. Это же не мои работы. Да это, похоже, папины документы. Дай-ка сюда. Так, папа в тот день заехал за мной после работы в институт. Я его попросила отвезти меня к Костику. Костик оставил свои конспекты в рюкзаке. Я на следующий утро должна была к нему ехать к экзаменам готовиться. Так, нет, стоп. Папа ждал меня на улице. Потом мы поехали домой и попали в ту аварию. А, папа мог сунуть документы в мой рюкзак, когда я с подружками болтала. Но зачем? Может, предчувствовал чего. Хотел документы понадежнее спрятать. Да, это они. Завод обанкортили специально. Потом продали мне попросы в оцене. Но моей доверенности на всех документах распусталась Рита. Так, ладно. Я за Анной. С Богом. А я с вами. Еду маму спасать. Ну, конечно. Мне еще не хватало за тебя перед твоей мамой отвечать. Подумай лучше о завтрашней операции, ладно? Так, Антон, действуем, как договаривались. Если что, присмотри за Настей. Ну, ты постарайся, чтобы твое, если что, не случилось. Вы чего, без меня сговорились? Да нет, так нельзя. Ну, Антон! Время вышло. Где документы? Да, бумаги у меня. Аня, да я не поеду ни на какую встречу, пока не поговорю с Аней. Хорошо. У вас минута. Леша, это ловушка! Не приезжай! А ну замолкни! Аня! Аня! Прости, дорогой. У кого-то сдали нервы. Через 20 минут на заправке на выезде из города по Северному шоссе. Дальше перезвоню. Хорошо. 20 минут я буду. А-а-а! А-а-а! Алло, приехал? Я на мосту, куда дальше? Оставляй машину, справа будет тропа. До конца масса, стоя направо? Да, спустишься вниз от дороги. Я понял. Да, пап? Хорошо, звони Уюдину. Алло, Александр Михайлович. Алеша! Здравствуй, Алекс. Здравствуй, Веритуля. Положи документы на землю и отойди. После того, как ты отпустишь Аню. Алекс, ты не понял? Передача документов – это знак твоей доброй воли. Она уйдет только после того, как ты на камеру признаешься, что это ты обанкротил фабрику и убил Михаила. Или... Ладно, не кипятись. Рит, зачем тебе все это? Я не понимаю. Как же я пропустил момент, когда ты превратилась в чудовище? Не понимаешь? Как обычно. А ведь я все для тебя делала. Все. Я главная женщина в твоей жизни. Несмотря на твоих жен, любовниц. Куда тебе понять? Ты захотел фабрику? В городе своего детства. А я узнала, что местный директор проворовался. Поняла, что это мой шанс. Ничего ты не поняла. Когда я принесла тебе эту фабрику на блюдечке с голубой каемочкой, ты пел другие песни. Я не знал. А зачем тебе знать? У тебя для грязной работы всегда есть Рита. Я предложила директору схему банкротства, выкуп нами предприятия с бесценок. Списываем под это недостачу. Просто как все гениальное. А Михаил тебе чем помешал? Раздобыл компромат, и ты его... Нет, не лично. Газ и палатка тоже твоих рук дело. Почти. Алексею было так хорошо. Зачем ты с ней связался? Зачем эта папка всплыла? Прежняя любовь. Рита, ты еще можешь остановиться. Да сейчас. Зря ты начал копаться в этом деле, Алекс. Зря ты так со мной. Теперь ты поплатишься. Признавайся. Аня, отпусти. Баш на баш. Ты признаешься, она в это время уходит. Алеш, я не пойду никуда. Аня, уходи отсюда. Да нет, я не пойду никуда. Пойди, Аня. Беги, Ань. Веди. Признавайся. Беги, Аня. Год назад я выгодно приобрел кондитерскую фабрику. Почти за бесценок. Для этого нужно было привести ее к банкротству. Я воспользовался тем, что бывший директор фабрики Семенов Иван Вячеславович, как говорится в народе, проворовался и вступил со мной в преступный сговор. Я предложил классическую схему занижения рентабельности активов и ликвидности предприятия. Все это отображено в документах. Я также признаюсь в организации убийства Михаила Ларионова, который мешал осуществлению моих планов. Убийство было обставлено как автомобильная катастрофа. Право, Алекс. А теперь ты умрешь. Да я и не сомневался. Главное, что Аня теперь в безопасности. Да ты ничего не понял, Алекс. Ты обрек ее на участь худшую, чем смерть. Анна Ларионова будет признана виновной в твоем убийстве. Все логично. Она не простила тебе смерть мужа. Она застрелила тебя из твоего же коллекционного пистолета. Здесь и отпечатки ее есть. Я все устроила. Она такая доверчивая. Я сказала ей, что ты попросила меня достать из сейфа документы. Вынула пистолет, чтобы он не мешал. Дала ей. Славное ей будет в тюрьме. Сомневаюсь, однако. Сдавайтесь, вы окружены! Все-таки полиция. Сдавайся, Рит. Прощай. Вот так вот. Полиция, служба безопасности за Юдиным не заржавеет. Алеша! Алеша! Не умирай, пожалуйста. Пожалуйста, не умирай. Алешенька. Алеша! Алеша! Да, вы не помните, как там в инструкции это адресный человек. Но сложно напрямую сказать. Ну, что-то довольна. Три недели все с момента операции прошло. Могла в больнице еще посидеть. Она, нет, хочу домой. Поехали домой. Да я здорова уже. Смотри, смотри. Только аккуратно. Все, сиди. Тебе покой нужно. Да ты просто не представляешь, какое это счастье снова стоять на ногах. Этот доктор, он реальный волшебник. Нет. Антон. А какие там новости? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да что рассказывать? Рита со Степаном этим в больнице СИЗО. Все правду узнали. Отец невиновен, но рейтинги его сильно упали. Да и какие выборы, когда кандидат в коме между жизнью и смертью? Да. Прости, а мама моя у него сейчас, да? О, а ты как думаешь? Алеша. Господи, я столько хочу тебе всего рассказать. А ты не слышишь. Я только сейчас пойду, а насколько ты мне дорога. Пожалуйста. Пожалуйста, не умирай. Я могу потерять еще и тебя. Я люблю тебя. А вот это повтори, пожалуйста. Ты очнулся. Я врача позову. Потом. Повтори сейчас, что ты сказала. Я люблю тебя. Люблю. Да, алло. Да, это я. Вы серьезно? Да, конечно. Конечно, сейчас приедем. Спасибо. Спасибо вам большое. Все, все, едем. Спасибо. Ну что там, что? Отец в себя пришел. Они с твоей мамой нас ждут. Да, Антон. Ты чего ржешь? Прости, что-то. Что-то не хочется с тобой целоваться. Такой ты, конечно, офигенный парень. А целоваться не хочется. Ну, слава богу. Знаешь, мне тоже самому от всего этого как-то неловко. Ну, и расставаться с тобой тоже почему-то не хочется. Нет, а что это нам расставаться? У меня есть сильное подозрение, что мы с тобой скоро станем братом и сестрой. Ну, все, едем. Все хорошо, что хорошо кончается. Да, но выборы-то ты все-таки проиграл. Да, ничего. У меня и без выборов большие планы. Например, сделать нашу фабрику ведущим кондитерским предприятием страны. Амбициозно. А еще я обязательно реанимирую старую городскую танцплощадку, установлю рядом с ней фудкорт с нашей продукцией и назову все это площадью поцелуев. Уже целая площадь? Ты неисправим. Но это еще не все. Я в твою честь придумал новый десерт. Вечная любовь. Это мой тебе подарок назвали. Ты же выйдешь за меня замуж. Ну, мне придется. У меня же контракт. Этот? Да. И все равно. Да. Миша так ромашки любил. Как будто привет от него. Да. Знаешь, если у человека в жизни была большая любовь, то она больше не повторится. Но это не значит, что все кончено. Может быть, новая любовь. Тоже прекрасная и не менее сильная. Просто другая. Я люблю тебя. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok